Я вообще ДВР и ребенок верующих родителей. Мои родители миссионеры и мы жили в деревне на протяжении 7 лет. И постоянно были в переездах, потому что нас отправляла церковь то в один город, то в другой. И я всегда видела, как мои родители служат. Я всегда видела, ну, росла в такой атмосфере, окруженной заботой, под крыльями, так сказать, верующих родителей. Но сама я не испытывала какой-то тяги, возможно, к Богу. Не хотела серьезно задуматься об этом, но и в принципе, когда ты ребенок, верующих родителей, особенно когда они служителя, ты не придаешь этому такого значения, потому что не возникает таких ситуаций, жизненных обстоятельств, которые бы могли тебя привести к Богу. И я помню, что в деревне у нас часто проводились какие-то детские христианские лагеря. Мы постоянно часто были с родителями в походах. У меня было очень веселое и замечательное детство в плане какого-то досуга, потому что, ну, я сейчас вижу в мире, что родители недостаточно времени уделяют своим детям. И дети часто могут заканчивать жизнь самоубийством, резать вены, то есть из самого плохого. И я вижу, что родители не являются часто для детей друзьями. Но в моем случае я могу поблагодарить Бога за то, что мой папа уделял мне время как друг, моя мама выслушивала какие-то мои детские фантазии. И настал такой момент, когда наша семья должна была переезжать из деревни в город. Город я вообще не любила, и мне всегда там было некомфортно, слишком шумно. Я любила природу, я любила комфорт, я любила животных. У меня всегда в деревне были друзья. В деревне я была отличницей, меня уважали, брали на какие-то конкурсы. И я привыкла постоянно к этому вниманию со стороны родителей. Тем более, что нас все знали. Это такое место, конечно, деревня, когда все слухи распространяются очень быстро. Нас, конечно, называли сектантами. И я этого не особо понимала, но родителей все равно уважали, потому что они занимались благотворительностью, в каких-то мероприятиях школьных участвовали. И я чувствовала себя достаточно на высоком таком уровне. И настал момент, когда родители сказали нам с братом, мы переезжаем в город. Церковь решила так, что здесь миссия закончена, семилетняя. Я тогда не понимала, зачем это нужно, потому что, возможно, я не задумывалась о том, зачем эта миссия вообще была. И, естественно, это было тяжелым для меня испытанием, потому что все друзья, природа, дом, животные какие-то остались позади. И пришло время, когда нужно было что-то менять. Причем подростковый возраст, естественно. Где-то лет мне было 11 в тот момент. И я очень сильно плакала, когда мы переезжали. Прощалась со своими одноклассницами, которые тоже плакали. И мы переехали. Сначала все было в порядке, когда было лето. Но как только мы с братом поступили в новую школу, я столкнулась с тем, что меня называли изгоем. Я никогда этого не чувствовала. И, возможно, если бы в прошлой школе происходило то же самое, я бы более привычно к этому отнеслась. Но в этот момент, когда я постоянно привыкла, что у меня списывают, что ко мне относятся как к отличнице, учителя меня хвалят, здесь класс начал меня просто сразу же давить. И в подростковом возрасте, когда ребенок чувствует себя неуверенно, когда он оторван от какой-то привычной среды, дети, они чувствуют твою неуверенность и пытаются тебя еще больше придавить. Я была очень зла на Бога тогда. И я впервые начала задумываться о том вообще, кто он в моей жизни, что он сделал для меня. Но при этом мое отношение к нему стало ненавистным. Я постоянно осуждала его за этот переезд, осуждала своих родителей за этот переезд. Я не понимала, почему все должно происходить именно так. Я спрашивала, Бог, ты меня оторвал от моей комфортной жизни, ты оторвал меня от моих друзей, и вот я здесь, и вот я в моем классе, и мне здесь не нравится. Я могла приходить просто с истериками домой и говорить, я не пойду в этот ад, мам, я не хочу. И, естественно, тоже родителям было трудно в этот период жизни, потому что происходили некоторые изменения в нашей семье, отчего я потеряла доверие к ним. Причем в подростковом возрасте ребенок, он как-то пытается удалиться от родителей и со своими проблемами разбираться сам. Я ходила в церковь, и там была молодежь, там были подростки, но я совершенно не хотела с ними общаться, потому что мне казалось, что они слишком веселые, что это мне непонятно, что у меня в душе была такая дыра, что я не понимала, почему эти люди могут веселиться, а я не могу. И меня это, возможно, подсознательно как-то оскорбляло. Я не понимала, почему люди руки на поклонение поднимают, почему они так любят того Бога, который, как я думала, испортил все вот так и вытащил меня из комфортной скорлупы. И в какой-то момент моя мама предложила молиться за моих одноклассников. Я согласилась, хоть и не очень любила их, потому что я могла ответить им абсолютно тем же самым. Ходя в церковь, я могла ругаться матом в своем классе, я могла также оскорбить и унизить какого-то более нишего человека, которого тоже обзывали. А если мне удавалось задеть какого-то человека, и класс смеялся, я была внутренне удовлетворена. И свою злобу я выливала на семью, я выливала на своего брата, и постоянно жаловалась на то, что меня все ненавидят, хотя при этом я делала абсолютно то же самое по отношению к ним. И когда мы начали молиться с мамой за мой класс, я поняла, что молитвы моих родственников, молитвы моей мамы, и то, что я начала делать на счет моего класса, это начало менять мое отношение к Богу. И я почувствовала, что я не могу сбежать от того, кто он в моей жизни. И я начала задаваться вопросами о том, почему я хожу в церковь, почему и мои родители миссионеры, почему он сделал так, как сделала, почему я здесь оказалась в данный момент жизни. И я начала менять себя, при этом я не была рождена свыше, и мне это было трудно сделать без Бога. Я начала делать какие-то попытки быть правильной, быть счастливой, чтобы влиться в церковную среду. Я начала искать Бога, и мне хотелось... Я спросила его, Бог, если ты любишь меня, то покажи это. И измени меня, измени мою жизнь, измени мое отношение к одноклассникам, потому что я чувствую, что я не могу сбежать от тебя, и то, что ты хочешь мне сказать. И я помню, что к нам в город приехала группа 30 Seconds to Mars, известная, и у меня как раз были деньги накопленные, и я могла потратить их туда. Но в то же время наша молодежка в церкви хотела поехать на конференцию TCH10 в Самаре. И абсолютно та же самая сумма была, и абсолютно то же самое время. И я почувствовала, что если я не поеду, то что-то пропущу очень важное. Я помню, что я писала в своем дневнике, что Бог, я не знаю тебя, но у меня есть тяга к тебе, и я хочу на этой конференции что-то обрести. Я хочу обрести тебя, потому что я не знаю, верующая я или нет, рожденная свыше или нет. И я поехала на эту конференцию с этими ожиданиями. Два дня я ничего абсолютно не испытывала и не чувствовала, и меня это очень сильно огорчило, потому что я ожидала, что вдруг я тоже получу такое побуждение поднимать руки, плакать, смеяться во время поклонения. Но у меня такого не было, и я уехала со знаниями, но немножечко в смятении. И потом у нас такой конфликт произошел небольшой в семье, как бывает часто. И как бы мама такую фразу сказала, что я не знаю, почему ты себя ведешь так же после этой конференции. Я думала, что ты будешь, ну, что ты изменишься. И я помню, что в своем подростковом возрасте я часто ссорилась с родителями, и я ни разу не каялась так, чтобы мне было стыдно внутри. Я каялась только для того, чтобы, ну, как-то сгладить эту всю ситуацию, и чтобы что-то получить для себя. И в тот момент, когда она это сказала, я почувствовала, что я... Ну, что мне действительно стыдно, что я почувствовала настоящее раскаяние внутри себя, и я куда-то ушла, и по дороге я чувствовала, что по мне текут слезы. И я поняла, что что-то внутри меня поменялось в этот момент. И я раскаялась перед родителями и помирилась с ними по-настоящему. И, естественно, я пришла в класс. Я почувствовала, что мое отношение к ним начало меняться. Я почувствовала, что я неправильно поступаю, отвечая им тем же самым. Я почувствовала стыд из-за того, что я материлась там в классе, из-за того, что я пыталась быть такой, как все. И мы начали молиться, продолжали молиться с мамой за мой класс. И я начала приносить какие-то подарочки, я начала приносить какие-то конфеты, вкусности. Но я просто... Бог наполнил такой любовью, что мне хотелось порадовать этих людей, вне зависимости от того, что они мне делали. И самое интересное, что от этой молитвы я ожидала, что мой класс по отношению ко мне изменится. Но получилось наоборот, мое внутреннее состояние поменялось. Бог дал мне такой стержень, чтобы наоборот полюбить и излить эту любовь на класс, потому что они не могут этого сделать. И какие-то ситуации начали раскрываться. Что у кого-то проблемы с отцом, у кого-то проблемы с молодым человеком. Кто-то чувствует себя не очень хорошо. И поэтому так происходит в мире, что дети пытаются отгородиться от проблем унижением кого-то. И я почувствовала, что мои одноклассники этого не совсем поняли, потому что они меня обзывали, и при этом я начала приносить какие-то подарки. Каждый раз, когда я приносила в класс подарки, не было никаких обзывательств, потому что, возможно, они чувствовали, что это как-то странно. Я начала вести христианский контент на своей странице ВКонтакте. Естественно, мой класс сразу же это увидел. И начались вот эти выпады сектантка, Али заходит в секту. Я тогда вообще не могла ответить им ничего, потому что у меня не было достаточного количества знаний, но я знала тогда, что Бог есть, и Он живет во мне теперь. И что я могу говорить об этой любви, потому что это мое личное откровение. Я помню, один раз я встретилась с девушкой, ей сейчас 18 лет, и она ушла в какой-то момент из церкви, потому что тоже начались такие выпады в классе, что она сектантка, что у нас как бы не такая церковь, вы там из Америки приехали все рушить, мои родители запрещают тебе со мной общаться. И она сказала, что ей стало легче быть просто такой, как все. И я понимаю, что в этот подростковый период, особенно у детей верующих родителей, нужно крепко идти за Богом, и родителям молиться за своих детей, и принимать их такими, какие они есть, потому что без молитв родителей я, возможно, бы в какую-нибудь секту попала эзотерическую, или что-то похуже еще. В этот момент обычно ребенок решает, с Богом он, где-то в лет 14-15, или он уходит в мир. И я очень горю желанием просто сказать, что не нужно этого бояться, если какой-то подросток смотрит сейчас. Не нужно бояться веры в Бога, потому что он действительно существует. И после того, да, меня обзывали в классе, но потом эти люди, каких-то людей я приобрела, какие-то люди пришли к Богу, и какие-то люди читают до сих пор то, что я пишу про Бога на своей странице ВКонтакте. И это стоит того. Стоит того выделиться этой верой, потому что быть как все — это не только неинтересно, но и опасно в какой-то момент жизни. Потому что в подростковом возрасте мы делаем какие-то необдуманные поступки, чтобы выделиться, и можем ввязывать в неприятные какие-то истории. И я благодарна Богу за то, что Он смягчил мое сердце даже тогда, когда меня обзывали, и дал возможность молиться за этих людей. И с того момента я начала развивать свои отношения с Богом, я начала с удовольствием уже поднимать руки на поклонение, я чувствовала во время этого огромную связь и любовь к Богу, и начала менять отношения со своими родителями, я начала извиняться перед людьми, которых я когда-то унижала. И я помню, что это были три человека на протяжении этих трех лет. Я выливала на них всю злобу, и потом я писала им эти извинения от сердца. Я почувствовала, что просто Бог не хочет оставлять все вот так. Когда Бог приходит в твою жизнь, Он начинает менять все прошлое, начинает все искоренять негативное из тебя, полностью меняет мышление. И вот этот момент — это была отправная точка для того, чтобы дальше двигаться с Богом, для того, чтобы оказаться в Санкт-Петербурге, для того, чтобы здесь служить, для того, чтобы рассказывать людям о Божьей любви, и копить знания, читать Библию. И я благодарна Богу за то, что Он в какой-то момент постучал в мое сердце, и я его открыла.